Пасхальное перемирие, о котором договаривались несколько недель на переговорах в Минске и на более высоком уровне, продержалось не больше 10 минут. К сожалению, счет обстрелов на Донбассе опять идет на десятки в день. Наш военкор Игорь Левенок работает у самой линии фронта. И сегодня он встретил там людей, которые, пожалуй, больше всех надеются на мир. Просто для того, чтобы наконец-то вернуться домой. В его материале «История большой войны глазами маленького человека». Широкино. Поселок на берегу Азовского моря. До войны здесь был популярный курорт. Сейчас он изуродованный и мертвый. Здесь нет ни одного мирного жителя. В редкие моменты тишины, слышно, как среди руин кемпингов завывает морской ветер. Больше трех лет за Широкино идут ожесточенные бои. Украинские военные выбили оккупантов. Но поселок до сих пор остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Вот и сейчас, во время пасхального перемирия, здесь все грохочет и взрывается. На въезде в прифронтовой поселок мы встречаем женщину с букетиком цветов. Ее зовут Светлана. Говорит, до войны жила в Широкино. Там у нее был дом, а на местном кладбище похоронен муж. Она просит военных пустить ее на могилу. Но морпехи отказывают. В Широкино слишком опасно. Вас по-любому туда не смогут пустить, потому что действительно и позиции, и первая линия тоже. Поэтому гражданские туда точно заброну не запускают. Светлана рассказывает, последний раз была в Широкино 11 февраля 2015 года. Ее дом расположен на окраине поселка с восточной стороны. Тогда в ее усадьбу первыми ворвались российские захватчики. Мы посмотрели, вдруг у вас кто-то находится. Мы ваши защитники. А вы откуда? Ну, вы же. Военная сказала, я с Калуги. Женщина говорит, в поселке все знали о ее патриотических взглядах. У себя во дворе она из гравия выложила карту Украины. Из-за этого чуть не поплатилась жизнью. Мне сказали, засыпь немедленно карту, засыпь щебнем. И эту карту сама в тачке возила от щебени, присыпала, чтобы не было заметно. Через час пришли другие, их ниже люди. И с автоматом стреляли в окна. Положить цветы на могилу мужа Светлана просит нас. Вместе с военными мы идем на кладбище, которому изрядно досталось от наемников. Боевики не оставляют в покое даже мертвых. На кладбище часто прилетают мины и снаряды. Здесь очень много разрушенных могил. Морпехи говорят, ходи здесь, нужно очень осторожно, обязательно смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на какую-нибудь неразорванную смертоносную железяку. Муж Светланы был предпринимателем. Дорогое надгробие из гранита посечено осколками. На несколько часов противник успокоился. В Широкино приехала миссия наблюдателей, поэтому морпехи согласились показать нам дом, где жила Светлана. Но предупреждают, путь к нему очень опасен. Дом Светланы буквально под носом у врага. Еще в 2015 году боевики полностью сожгли усадьбу. Крыши нет, остались только стены. Но и в них наши военные обустроили мини-крепость. Противник бьет сюда со всего арсенала. Некогда райский уголок превратился в апокалиптическое зрелище. В результате обстрелов дом сгорел почти полностью. Из всех хозяйских вещей здесь уцелел разве что вот этот деревянный стульчик. Но бойцы уверяют, ни этот дом, ни земля, на которой он стоит, врагу не достанется никогда. А Светлана еле сдерживает слезы. После войны она впервые увидела родные места и могилу мужа. Хозяйка показывает, каким до войны был ее дом. Вот карта Украины. Идеальный порядок, природа и красота. Все это Светлана с мужем строили пять лет. И все это бомбардировка уничтожила за несколько дней. Но женщина верит, война закончится и она обязательно вернется в Широкино. Разгромленное, но родное. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности недели телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...